играешь танки подписывайся на мой канал индомита вот и обязательно прожимай колокольчик здорово танкисты всем привет с вами серёга с вами индомита все у нас очередной обзор танков нашей любимой игры world of tanks сегодня у нас на обзоре швед средний танк 6 уровня проходная прокачиваемый ветка стр в 74 у такой какой-то непонятный узкий но высокий танк а так принципе она красивый сбоку да что-то в нем есть гордый вот сегодня полноценный гайд обзор по стр в 74 ребят предлагаю пойти поглядеть бронирование этого среднего снайперского там 1 итак вот коллижен модель нашего старого 74 сейчас мы его бронирование корпус у него закругленные поэтому переход на так сказать в лд такой плавный будет с нлд а снизу у нас хороший угол наклона у нас приведен ки здесь внизу 103 центру 59 центре 55 вы 64 ну закруглить вот в лд у нас 62 миллиметра но под хорошим рикошетном углом и система пишет рикошет вот чуть выше в лд 59 людьми ходу все это 59 щеки над гусечные полки 62 63 тоже под хорошим углом система пишет рикошет вот по поводу башни маска большая орудие вот по бокам 55 сверху 88 внизу 40 сама башня везде имеет бронирование очень слабо вот единство что верхняя крышка туда ему тоже лучше не стрелять системы пишет рикошет лючок 36 супер мягике боковое бронирование 30 над гусечной полкой 25 может ли он танковать нет лучше на нем не танковать во-первых щеку подставлять ну по корпусу можно что-то затанковать но все равно это танк снайперский он не для итак разобрались брони в нем собственно практически нету есть рикошетные места вот это влд над гусечные полки и верхняя планка над маской орудия вот в эти места ему лучше реально не целиться дайте смотреть основные модули быстренько пушечка нас интересует вот это топовая у нас здесь 150 альфа сто сорок восемь пробития основным 200 голдой заряжается там практически 5 секунд очень комфортное время сведения 1,8 хорошая уникальная точность 033 вот нам нужно это пушка топовая башня чем отличается обзор 360 здесь 350 32 здесь 36 скорость поворота то есть на 4 секунды еще быстрее будет поворачиваться башня а вот по броне то же самое поскольку мы средний танк нам нужна топовая рация 345 на стойке и 710 на стойке ровно два раза больше поэтому этот модуль нам важен мы достаточно подвижный танчик который будет сидеть не только себе но и нашим союзникам по повод двигателя 324 лошади здесь у нас 420 можете рассчитывать на 10 процентов здесь 12 процентов подвижности при изучении топового двигателя по ходовой 30 а здесь у нас 34 град в секунду поворачиваемости лучше корпуса по полевой модернизации так давайте зафигачим так 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 вот так легкосплавный так скорость поворот ходовой так однозначно легкосплавные узлы крепления здесь мы качаем так у нас 0 33 181 от разброс при движении ходовой давайте лучше вот это поставим так и здесь мы будем ставить антиблику антибликовую маскировку фарма все-таки снайперский танк по оборудованию ставим дефолт комплект для стешек 6 уровня в основной слот дающий дополнительный бус на подвижность ставим турбину просветленку и ставим обязательно досал снаряда у нас основной это бронебойный скорость полета 925 голда летит 1160 здесь подков хорошая скорость полета снаряда по снаряжению ремка аптечка автоматический огнетушитель а я экипаж как всегда посадил стоповую машину с юлиус 16 не переобучал на эту машину поставил до паёк чтобы минимизировать потери из того что не стал тратить голду вот перки вы сейчас видите на экране качать как показано в табличке вот огневой мощи у нас увн просто суперский минус 15 и это отличительная особенность данной машины по хп у нас 840 неплохо кстати для снайперского среднего танка по мобильности 50 вперед 21 назад почти 18 ушли на тонну едет он нормально мне конечно чуть-чуть не хватает бы побыстрее но мне всегда скорость не хватает вот перк незаметности у меня у этого экипажа не вкачан вовсе так можно рассчитывать на 33 по моему процента неподвижные движение 24 вот такие примерные характеристики по обзору у нас 387 метров и штраф 27 был бы там почти 415 16 метров вот а по плюсам минусам танка танк высокий но он такой узенький и коротенький что целом маленький но высоковат лючок иногда из кустов торчит определенно да ну давайте поставим не плюс не минус среднее значение плюс и минус вот по подвижности плюс по пушке однозначно плюс хорош скорость полета уникальной у вену этой пушки по незаметности в целом тоже плюс по броне минус ну да у этой стэшки нет брони по обзору принципе плюс потому что больше 400 метров это уже хорошо вот предлагаю же отправляться в бой давайте покатаемся посмотрим на что у нас способен с трв-74 так попали мы против седьмых лвлов и пятых у нас обзор бою средний танк шведский строй 74 проходная прокачиваем ветка 6 лвла сейчас надо нам дыроколить а думаю лт шик нету надо исполнять роль лт т-67 бишоп у них вот кусок говна блин т-67 сейчас будет весело а мы не такие шустрые как т-67 у нас левка хорошо с одной стороны противник на 12 часов так ну вроде проехал спокойно у них на поле никого жалко не попал я в этого товарища будет больше мишеней ты поглядя ну-ка давай еще раз назад так ну теперь то он назад точно не поедет он уже и откис буги фугасный черт стоит на поле за бункером т-34 вангард поехал поехали по полюшку по полюшку в шоке миленько все убили марты это оружие максимум право покрепление Хорошо пошло Поаккуратнее там Так, надо буги убивать Враги повсюду Враги повсюду Это мне Нравится Ты заряжаться долго будешь Хорошо пошло А ты куда? И это все? Ванга Так, касательно стреляли Уже неплохо Едем к ним в тыл А я уже не успею Сейчас всех переубивают Чертей этих Ну, ребята Подвижности не хватает Вот реально на этом танке По пушке все нормально По УВН все четко хорошо А вот подвижность Полное дерьмо Подвижность Полное дерьмо Подвижность Полное дерьмо Это как Это как Я не пробил У меня этих Мин много Все Все Лев остался Вот сейчас Без меня Ну, полтора Удали суммы Получается Значит, по танку Подвижность Слабая Пушка хорошая УВН все здорово Удобно играть от башни УВН все-таки есть Хорошая Ну, вот Подвижность Прям Короче, без турбины На нем никак Без турбины Предвижу, что это будет Полный кусок дерьма Как-то вот так Как-то вот так Ребят, пишите свои комментарии На каком вы катаете оборудование На этом танчике Есть ли у вас вообще в ангаре Как он вам в целом Я ему поставлю Три с плюсом По пятибалльной системе Потому что Он прям не хватает Подвижности Реально Не хватает Вот Прожимайте лайкосы Подписывайтесь на канал А я вам говорю До скорых встреч Пока Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод И обязательно Прожимай колокольчик